Айдар Салатов — это боевист, который по боям на кардионных руках в представлении не нуждается. Я считаю, что это человек, который полностью обошел свое лицо в музыке, свой путь, чего и всем желаю музыкантам. Это музыкант, который играет с Березовским, со Спелковым. Итак, Айдар. И еще один играет, бывает, один часто, любых играет. Потому что одно дело, когда ты играешь с кем-то, то нужно подстраиваться во многом. А когда ты один, и наш инструмент — это достаточно самодостаточный инструмент, в котором можно играть, не считая, что все. То есть это классики в долг-поп-музыке. Потому что я сейчас этим занимаюсь, и плюс к тому же я сочиняю музыку. Это еще расширяет кругозор твой, мышление. Конечно, это не простой путь, но при этом очень интересный. Да, конечно. А как ты вообще учился импровизировать? Ну, импровизировать я начал, может быть, даже в совсем 2-3 года. То есть это было, когда я только взял, наверное, в руки баян, он что-то самостоятельно, я хотел, чтобы какую-то, может быть, фразу или какую-то вариацию сделать. То есть, ну, постепенно. То есть сначала у меня мой педагог, мой первый отец, он давал определенные какие-то упражнения самые простые. Это народные пьески какие-то маленькие. Он сам играл, я их вспоминал, а потом на них как-то я пытался видоизменить немножко. Я считаю, что это уже, для такого возраста, в 3-4 года, я считаю, это уже как импровизация. И в этом отношении, конечно, я не учился у каких-то, скажем, великих музыкантов. Я не читал какие-то пособие, книги, а импровизация больше была то, что я вот в своем как бы мире находился и искал. Я не скажу, что мои фразировки, скажем, соло, но прям такое джазовое, как у некоторых великих пианистов. Хотя я очень буду ими слушать, играть музыку, в том числе в джазовый стандарт. Это вот Чикари, Гейджерид, Петручьяни, их много. Хотя я на моих клавишках пианистов назвал. А так, конечно, я слушал, запоминал какие-то любимые фразы, и их мне тоже в своих пьесах, в своих каких-то аранжировках использую. А как молодым музыкантам ты бы посоветовал искать свой путь, свою дорогу в музыке? Ну, у всех свое направление. Я не скажу, что вот нужно играть конкретную музыку, нужно учиться у конкретного человека, в том числе и у меня, потому что сейчас я занимаюсь молодыми, скажем, у поколения, с которыми я бы даже дал намного удобнее, чем даже с поколениями, которые вот мой возраст, скажем, да, с ними. Они уже отучились, они уже больше в музыке классической, больше лучше ориентируются. И как бы спускаться, и начинать заново, это сложнее. Но им тоже, потому что я помогаю. Главное, это, конечно, свобода. То есть не должно быть такое ощущение, как будто ты ногом сидишь. То есть это уже мышление такое должно быть. Потому что ты просто играешь для себя, для, не знаю, для публики, конечно же. И когда ты ищешь, скажем, музыку, ищем, это как мы какие-то слова подбираем, когда говорим, или предложения. Все это, понимаешь, опыт. То есть ты накапливаешь большое знание. А так, конечно, еще раз говорю, очень много талантливых ребят. И в Гнесеньке у нас, и тебя только взять. Ты столько конкурсов победил, сколько разной музыки играешь. Я считаю, что это тоже большой успех. И надо в том же направлении двигаться. И у тебя очень хорошо получается. И, конечно же, у всех свое направление. То есть одинаковым никто не может быть и никогда, и лучше даже не становиться. А в принципе, вот если взять образование какое-то, конечно, если мы говорим о классической подготовке, да, в вузах или в колледжах, там больше какие-то рамки есть определенные. Ты учишь произведения, которые тебе преподаватели дают. Это могут какие-то хорошие группы, которые уйдут. Я не говорю, что я сам играл очень много хорошей музыки. Это от самых таких классических наших Баха, Чайковских, и Губай Гульна, Семенов. Очень много таких интересных группы. Подгайцы, недавно с оркестром. Но это, как тебе сказать, для меня это больше не просто, короче, было. То есть для меня посетить, по нотам играть, это как будто я не исполнитель, а человек, который обязан это делать. Это у меня, это не у всех. Мне лучше услышать один раз и сыграть, симпровизировать, сочинить это гораздо легче. Кстати, вот недавно с Биваком мы выступали в Гугл-центре. У него очень красивое произведение. И мне за счет дают ноты. Я сразу отказываюсь. Я говорю, что я боюсь нот, потому что я могу там аж позапутаться, где-то что-то забыть. И, соответственно, ты уже свой разум направляешь на другое. Ты уже как-то ограничен. И потом мы начали играть. Я, конечно, без нот. А у Сбивакова же у него там и оркестр аккомпанируют, аккомпанируют там лучшие музыканты. И тут я здесь сижу, как бы нас лучше подбираю. Я один раз послушал запись Сбивакова, а потом думаю, ну, вроде все просто. Ладно, по-своему сделаем. Ему даже больше понравился вот этот гармонический, потому что я использую чаще выборку, чем готовый, скажем, да, в мажор-выморсе вот такой. И вот если взять, как бы, такие моменты, это, конечно, очень интересные моменты, когда ты понимаешь, что ты находишь что-то, то, что тебе будет близко. Понимаешь? И по ним просто нужно идти. О всех я сразу на время не могу сказать. У всех разные данные. У всех разные желания. И я считаю, что каждый должен искать что-то свое параллельное. То есть должен интересоваться, слушать разную музыку больше. То есть не только в одном направлении. Потому что я очень долго был только классиком. То есть я слушал только классическую музыку. Хотя совсем когда маленький был, я вот занимался тем, чем сейчас я занимался. Вот так. Я вернулся от того, что раньше было. Потому что я в садик проходил, я там играл, может быть, с фильмом, там, Титаник, либо какие-то, ну, такие вещи, наверное, интересные из фильмов, из каких-то, не знаю, наоборот, если. Все на гармошке. Поэтому такой немножко расширенный ответ. Но что-то, я думаю, каждый сможет для себя понять и будет использовать в своей жизни. Да, это очень интересно. ты немножко затронул тем конкурсов. Так. Что они дали тебе? Ну, поскольку ты победил в некоторых очень значимых конкурсах. И что они могут дать, например, молодым вспомнителям? К счастью, наверное, да. Сейчас с этим проблем нет. С одной стороны, это, конечно, хорошо. С другой стороны, раньше мы знаем, что конкурсов совсем мало. И вроде как кажется, ну, как мало. Ну, какой же этот успех, какой же этот стимул развиваться. То есть ограничены, думаешь. А на самом деле нет. Я считаю, что конкурсы нужны, но они, это не должно быть там цель, что стать лауреатом такого конкретного конкурса. Ты должен играть максимально свободно, свою программу, играть не для того, чтобы тебе там бал какой-то поставили определенный. Да, этот период, я считаю, что это такой рабочий период, если мы говорим о классической музыке, то это такой рабочий период, когда человек становится, то есть он развивается, ну, если, скажем, играть по два тура, по три тура, там, это, я сам знаю, что такое, в Климентарии, разных московских конкурсов у нас там, это не настолько нужно быть выносливым человеком, и тем более, их и столько ли конкурсов, раньше было ограниченное количество, я вот о чем говорю. и поэтому я только завтра участвую, но нельзя себя опять-таки зацикливать вот именно на конкурсах. Я понимаю, что наши педагоги, наши уважаемые люди говорят больше, вот направление хорошее, и другого пока что вот пути мы не можем найти, как развиваться насчет конкурсов. Я считаю, что, конечно, это знакомство с такими людьми, профессорами разными, с участниками, в том числе общения, это живое общение, сейчас у нас, к сожалению, пока онлайн, и вот благодаря Вайтэнк, кстати, я очень удивлен, когда мне позвонил, он говорит, ну, конкурс идет, все пока благополучно, не онлайн, а оффлайн, и я хочу тебя привозить, как бы там, собирать разы. Вот я такой удивился, прям нигде нет конкурсов, но он проводит, человек. Конечно, берет на себя очень большую ответственность, я считаю, но это, конечно, большое дело для всех, для всех людей, взять маленьких детей, которые, некоторые есть даже ребят, которые в дух номинации чувствуют, все странные, классика, я сам тоже, так сказать, экспериментировал, экспериментировал, в климентарь, по-моему, в его стаде, побеждал в 17-м году, но тоже, конечно, все время, когда был классиком, играл, углав, играл, а потом, можно даже сказать, резко, когда перешел, как-то вот я решил поучаствовать в дух номинациях, и мне только хорошо отродился, на мою творчество, и не жалею, что как бы я поехал там в дух номинацию, поучаствовать. И самое главное там была бублика, которая оценивала тебя, как исполнителя, который мог играть все, что хочет, и я играл в своих вузах, в том числе. Об этом тоже можно сказать, потому что у всех, и я не могу сказать, что у всех есть возможность там сочинить, да, что-то, но я знаю очень много ребят, которые, учаясь даже в вузах, они параллельно занимаются еще и в позиции, и сочиняют больше, конечно, в виртуале классическом, современная музыка. Таких людей много стало, и я считаю, что нужно музыку сочинять не только в одном стиле, если тебе нравилось, когда-то, может быть, вот как у меня в детстве, музыка, если ему, музыка какая-то, это же не значит, что у меня эстрада, классика, мы сейчас начнем делить, нам все одно другому претворить, понимаешь, если мы будем отказываться от чего-то, то многое что теряем, и публику теряем, в том числе. И это нужно делать хорошо, а не так, чтобы было, ну, так скажем, ну, непрофессионально, как бы такими языками сказать, потому что многие ребята очень талантливые, вот, в эстрадах номинации участвуют, играют одно и то же, я слушаю, но они те же баллицы какие-то, пить соло, я не говорю, я ни в коем случае ничего не имею против этого водовического композитора, но, эта музыка великая, но эта музыка, она не последняя, потому что, я думаю, такую же музыку могли бы, может быть, и другие сочинены, вот, чем я сейчас и занимаюсь, и хочу, конечно, в дальнейшем, чтобы музыку тоже воспринимали, играли, я очень надеюсь, что я начну скоро печатать, и будем вместе, вместе играть, и мне тоже самому очень интересно, как это получится, вот, это всегда так, конечно, когда композитор слушает со стороны, очень интересно, очень здорово, и вот, последний вопрос, немножко, может быть, дурацкий, как ты себя видишь через пять лет, так обычно, на работе спрашивают, человек устраивается на работу, повышение, повышение, нет, я не иду за этим, я не иду за славу, я не иду за деньгами, это само, как бы, проходящее, если нужно будет, как раз таки, вот, спортивности у меня нет, то есть, я не, это как бизнес, и дальше, человек все выше, и выше, наверное, это нужно делать, я не знаю, но оно само как-то происходит, и это мне больше, меньше всего беспокоит, больше всего беспокоит, как моя публика, мою музыку, будут они дальше, как бы, воспринимать, слушать, вот к этому я и китичу, конечно, хотелось бы, чтобы и через пять лет, и через десять, и может быть больше, чтобы моя музыка жила, чтобы именно вот это развитие, которое сейчас сегодня происходит, и оно не останавливается все время, выше и выше, и, но ни в коем случае, не за славой, я никому ничего не хочу доказать, это вот, как бы, в моих руках, вот, инструмент может так звучать, это вот, я показываю, с той стороны, с которой я считаю, это нужно, хотя мне много, кто говорит, может посмотреть, больше, ты же как классик, ты же больше всегда играл классику, но это тоже, скажем, одно направление, которое я выбирал, когда-то приходилось, скажем, я не говорю, что я не играю классику, то есть я так же сотрудничаю с такими музыкантами, как Борис Белизовский, Спиваков, Пашмир, очень много композиторов, если меня приглашать, я не отказываюсь, я играю, и премьер, играю, и молодые композиторы, как Кузьма Бодров, очень талантливый человек, который пишет музыку для символических оркестров, пианистов, и вот он посвятил мне тоже музыку, я в концертном зале Чайковскую играл, юмористскую, и я к этому тоже хорошо отношусь, то есть нельзя главным вот, как сказать, дережкой, когда вот этот человек, он джазовый, он там по кузову играет, если, что-то такое происходит, можно играть все, и одно время. быть музыкантом. Будем быть музыкантом, да, в первую очередь, и нужно понимать, научиться каждому, на тот вопрос, который ты мне еще задавал, что, чтобы ты посоветовал, нужно учиться слушать, и слышать музыку, в любом жанре, и к этому относиться, как музыканты, и учиться это, принимать это, как бы, разные языки, хотя, как бы, будут английский, русский, смысл один и тот же. Поэтому, главное, себя не ограничивать, и все, и все будет интересно, в дальнейшем, так что, хорошо. Спасибо за интервью, с творчеством сейчас, успехов на концерт, пойдем? Да, послушаем. Спасибо.